здравствуйте всем здравствуйте вы начинаете 1 я привыкла что все на мои плечи перекладываю да конечно да отлично спасибо за вопрос прекрасный потому что потому что очень легко на него ответить дело в том что начиная с прошлого года после ухода из группы viagra я собственно ну начала поиск себя поиска своей музыки своего направления стиля в одежде во всем поэтому сейчас настал этот момент долгожданный когда я все-таки могу четко сказать что да я такая да мы нашли музыку мы нашли этот стиль музыкальный и теперь моя новая песня как вода и клип это вот полностью такое отображение и музыкальное визуальное того направления в котором мы будем работать дальше образная да мы работаем сейчас над альбомом сотрудничаю с рожденным анусе это финалист шоу голос караины и самостоятельный певец он для меня пишет музыку и слова и мой сам продюсер моего альбома сейчас мы работаем над альбомом и будет выход его планируется например на осенью но я боюсь загадывать так как все-таки творческая работа такая она не любит границ и каких-то она ограничений скажем временных да поэтому лучше лучше мы просто будем пока наслаждаться творить а там ближе к осени уже поговорим о датах да да стилистика найдена и образ найден и поэтому у нас уже есть несколько треков четыре буквально вот и все они в таком направлении даже несмотря на то что песня может быть лирическое все равно саунд звучание она соответствует этому направлению ну конечно очень хочется но опять-таки после выхода до альбома до очень хочется встретиться со зрителем все-таки тем более такой повод самый лучший это выход альбома поэтому об этом немножечко позже просто стоит говорить не сейчас но в планах естественно это все есть да следующий вопрос какой из образов на проекте акты крапли понравился больше всего понравилось я не могу сказать вот понравился или нет дело в том что как правило твои ощущения от от проделанной работы и отзывы зрителей они очень редко совпадают потому что в тех в тех образах в которых как бы я чувствовала себя очень комфортно и мне там все понравилось как бы и и вот было в удовольствие работа не не в напряг скажем так когда нужно было контролировать каждое слово каждую букву чтобы было да да а вот как-то как-то комфортно я себя чувствовала и и и эти ну номера они ну не вызывали особого там всплеска эмоций да а вот скажем такие когда мне приходилось перебороть немножко себя так как образы мне не близки мне не хотелось и так далее они вызывают вот как правило такие прям масса удовольствия больше всего бы ну а тяжелее всего она конечно же мне вообще для меня была огромная честь я не знаю как правильно сказать копировать или изображать до майкла джексона это это в принципе да это вообще это невозможно в принципе начнем с этого и я сделала максимум что можно было сделать за эту неделю это была неделя такой адской работы просто не видно невыносимо было и утром и вечером мы репетировали эти танцы и и надо было петь еще в это время и петь как майкл джексон их поймите это очень непросто и но я конечно получила прям какой-то за заряд энергетический потому что это такой человек был и я прикоснулась как очень очень нагло скажем прикоснулась к его творчеству не то что не то что перепела его песню там где-то а прямо попыталась войти в этот образ и в состояние ну конечно ну вот он запомнился мне очень сильно пересматривали вашей перевоплощением на первом месте был майкл джексон да да шакира шакира тоже очень-очень да было весело почему-то не знаю мне было весело мне нравилось что я с такими какими-то длинными волосами и и такой костюм и все так и движения но как-то было ну по крайней мере мне очень гармонично я себя чувствую вот в таком образе да тоже хороший спасибо вам перейдем к вопросам наших читателей ваших поклонников по мере поступлений девочка привет хочу спросить какие марки машин ты предпочитаешь что значит предпочитаю мне нравится очень разные марки машин не на самом деле это наверно это не играет никакую такую роль нет вы знаете я вот я ехала вчера по-моему и увидела по моему это запорожье не не так разбираюсь в маркан да но это такая очень старая машина и она какая-то кого длиненная и ехал за рулем такой мужчина такой в очках с усами да и это было так круто я подумала блин как круто себя чувствует у него такая точилась даже с незатемненными стеклами и он чувствует себя по моему супер круто он врубил музло просто едет наслаждается жизнью и я подумала в этот момент что вообще главное как себя чувствовать человек потому что можно ужасно себя чувствовать и сидя в роллс-ройсе понимаете быть никому не нужным несчастным некрасивым самое главное что ты чувствуешь внутри если ты если тебе импонирует этот автомобиль я не знаю все одежда твое окружение если ты себя чувствуешь комфортно значит это твое и и стоимость там внешний вид и цвет это вообще не имеет никакого отношения к настоящему чему-то еще продолжение к этому вопросу Аня уже спрашивает во сколько получила права и во сколько села за рулем права я получила ой как бы так наверное в 20 после 20 лет в 21 наверное нет в 20 мне исполнилось 20 весной и летом я получила права и села за руль наверное через год только да летом я получила права потом попала на фабрику звезд через год я уже была в группе виагра и еще через год я купила себе мою машину первую да и села за руль а до этого я садилась за руль там ну друзья там если подружки кто-то выпит к примеру у меня есть права я всегда могла там довести всех да развести нет конечно не считаю я вообще кстати ехали мы сегодня с приключением потому что как правило мужчины тупят знаете очень сильно и и это и это в большинстве случаев потому что женщины в основном ездят просто аккуратно ну скажем так особенно те которые сели уже в в таком в сознательном возрасте за руль то есть не с 20 до начинают от пример с 35 40 и они стараются аккуратно и соблюдать все правила в нашем как бы ритме движения соблюдать правила просто невозможно потому что во первых никто их не соблюдает и просто на фоне этого беспорядка ты выглядишь нелепо просто вот и все и поэтому и и мужчины как правило историю да ну потому что потому что меня все подставляют во первых они как-то тормозят все куда-то едут они не знают куда во всем дело в том что мне кажется вышло солнце стало жарко и все немножко так выдохнули да выдохнули и начали вести себя вообще непонятно поэтому да было я очень много ругалась пока ехала сюда но все в порядке спасибо большое за интересную историю перейдем к режиссу алексаня спрашивает не нравится мне он не нравится не нравится спасибо у меня есть шеф-редактор который алексея спрашивает Ева ты супер как вода просто бомба очень круто считает что в альбоме будет такая же музыка да да мы же мы же отвечали да отвечали спасибо ну собственно вот и все закончилось привет да продолжать в том же дух и знакомы ли ты творчеством Диды Кароль ну как можно быть не знакомы с творчеством Диды Кароль ну да я слышала песни мне знакомы да были у тебя комплексы по поводу внешности если да как ты их переборола о да были комплексы ну у меня вообще всегда комплексы наверное до сих пор ну а быть такого не может может быть и такое да всякое ну на самом деле это это вообще нормальный по моему случай для девушки мне кажется все девушки недовольны своим внешним видом абсолютно все даже если ты смотришь со стороны кажется что идет роскошная женщина и кажется что у нее нет проблем и вообще она она чувствует себя красивой и роскошной порой ну не всегда так бывает я чаще встречаю такие случаи когда девушки с такой ну как бы сомнительной внешностью ведут себя очень уверенно и и ты смотришь и и ты тебе хочется брать пример потому что ну когда человек себя ведет абсолютно раскованно и не обращает внимание на то что ему не нравится ты никогда не обратишь на это внимание а если я иду и чувствую что вот да сегодня я не знаю что у меня там не знаю некрасиво уложены волосы или сегодня я чувствую себя там толстой или еще как то то мне кажется что все люди вокруг идут и думают боже что у нее за прическа знаете или вот это она поправилась то есть все внутри нас оно все передается людям поэтому конечно нужно учиться какой-то уверенности а уверенность приходит тогда когда ты себя чувствуешь комфортно а комфортно ты чувствуешь себя тогда когда ты настоящий когда тебе не приходится что-то скрывать то есть нужно мне кажется с достоинством представлять общество и всем вообще свои недостатки и тогда они станут достоинствами опять таки ввести себя в массы да спасибо за ответ gold chicken спрашивает привет яна как творческие успехи жду марихуаны скажи будут ли ближайшее время новые фотосессии да кстати вчера мы сняли фотосессию уже новый с новыми образами уже в этой стилистике которую мы ее продолжаем и скоро будет да новая фотосессия скоро выйдет журнал один вы увидите я буду на обложке один журнал с большим тиражом вот и что там еще про про марихуана да марихуана будет она уже готова и мы просто делаем небольшую паузу после выхода как вода трека и буквально там через месяц думаю выпустим марихуану вот вот просто так на лето чтобы всем было приятно потому что я не уверена что она войдет в альбом так как я эта песня со мной уже очень давно и долго я ее вынашивала и делал ее ни один ни один звукорежиссер и ни один человек пытался сделать аранжировку и так далее в общем что-то как-то не шло не шло и тут вот мы уже сделали такой наконец самый приемлемый вариант для нас звучит она уже круто как бы и ну вот на лето всем будет такой небольшой анонсик ждем да да следующий вопрос август спрашивает девушка здравствуй песня супер ты крутая скажи не общаешься с Ирой Кристининой Кристининой нет да не общаюсь мы были вместе на фабрике звезд да Ира Кристинина в одной комнате жили ну так справочка просто как давно вы не общались я вспомнился она в интервью говорила что ты не отвечаешь на звонки либо номер сменила номер сменила если мне тут надо выбирать правильный вариант то правильный вариант я сменила номер подсказывай да но мы но мы дело в том что я общаюсь с нашим педагогом по мы в колледже учились у одного педагога лысенькая заболяковина и я знаю что Ира общается тоже с ней и я с ней общаюсь ну то есть как-то мы как-то мы как-то мы рядом но все никак не получается вот созвониться или ну мне кажется уже давным-давно всех началась своя жизнь после фабрики звезд прошло уже 4 года наверное ну как бы да время расставляет все на свои места поэтому ничего в этом такого плохого или печального я не вижу а вообще легко сходишься с людьми и расстаешься с людьми расстаюсь легко а схожусь нет дело в том что наверное с кем я схожусь так действительно как-то близко да с теми наверное я иду уже по жизни а вот так просто люди которые с которыми я просто общаюсь или где-то вижусь периодически или прохожу с ними какой-то период в жизни я абсолютно спокойно отношусь к тому что в какой-то момент настанет там расставание и я больше не буду идти дальше там по одному пути с этим человеком ну это моя такая позиция то есть я не стараюсь не припекаться там к чему-то да поэтому и к людям и к людям это касается и людей и вещей и всего вообще Мартовский кот спрашивает ты ценишь в людях чувство юмора ну конечно конечно это всегда приятно когда человек может остро и очень как-то ну не знаю образованно пошутить я не очень люблю юмор такой пошлый ниже пояса скажем ну и даже находясь в компании друзей вот если кто-то начинает так шутить меня почему-то это обижает даже если эта шутка там не касается никак меня ну вот в принципе такой юмор мне неприятен а все что касается такого доброго умного юмора это я приветствую очень даже смешной случай например рассказать нашим читателям какой-нибудь смешной из жизни случай из детства может быть вообще просто смешной случай да я не знаю слушайте вы меня застали врасплох как я даже не знаю как я могу вспомнить если я сейчас вот вспомнил на протяжении конференции я расскажу еще да а у тебя сложный характер спрашивают мартовский код ну сложно оценить наверное свой характер не знаю я ну вот мне подсказывает зрительный зал что говорят нет несложный дело в том что я очень требовательная я человек ну такой очень скажем так у меня повышенная какая-то нужда справедливости везде вокруг но я не всегда люблю ее доказывать особенно я не доказываю и тем людям которым это бесполезно ну с которыми бесполезно общаться есть таких много но в принципе ну я требовательна к тем требовательна к тем людям с которыми я работаю то есть которые близкие мои люди да но но что касается просто в жизни ну нет наверное несложный характер а к себе это требует? очень в первую очередь дело в том что ну вы понимаете что прежде чем проводить работу над теми людьми которые рядом с тобой проходят ну идут да находятся ты должен ты должен отвечать этим всем установившимся уже правилам и так далее то есть твоим каким-то я не знаю как это назвать устоем да то есть поэтому естественно если мне хочется чтобы рядом со мной были люди которые будут вести себя соответственно ну и относиться к жизни там с позициями своими со своими какими-то точками зрения поэтому я должна в первую очередь сама быть такой начни с себя начни с себя да есть такая ну я не знаю как история или как это можно назвать ну не поговорка когда человек решил что он хочет изменить мир знаете не знаете да ну хорошо изменить мир и он думает с чего начать думать нет это сложно изменю свою страну опять таки это очень тяжело хорошо начну даже со своего города опять не знаю с чего начать решила начать со своего района потом со своего дома потом со своей квартиры и тоже знаете что можно менять вокруг себя если ты внутри не изменился все таки начать нужно сначала с себя затем все изменится просто как-то ну автоматически потому что если ты меняешься внутри то ты уже не приемлишь вещей которые находятся вокруг не так как тебе нравится людей людей которые общаются так как тебе некомфортно ты чувствуешь себя с ними там некомфортно поэтому то есть начните себя это будет лучше да я читаю очень много такой литературы разные странные мне кажется да лучше бы такая литература ну она она наверное не попадается случайно мне кажется и я думаю если бы я увидела эти книги еще там несколько лет назад я бы подумал что бред сумасшедший поэтому человек он развивается идет к чему-то и вот я пришла к этой литературе и сейчас я собственно не читаю никакую художественную литературу а только вот читаю такие философские книги там связанные с энергиями с там с йогой с разными вот этими устройствам мира и так далее то есть это это сложно это нельзя объяснить потому что это должно приходить каждому человеку поэтому когда мне спрашивают чтобы я посоветовала почитать а ничего бы я не посоветовала потому что опять-таки повторюсь просто на меня посмотрят и покрутит пальцем у виска и скажут что я сумасшедшая вот и всего по этому не знаю самое наверное такое легкое то что и доступное то что может быть вот изложено она кстати в художественной такой форме это элизабет хэйдж называется посвящение книга ее посоветовала мне моя подруга очень близкий для меня человек и но у нас взгляды с ней совпадают поэтому да вот когда-то когда-то давно и начала с этой книжки можно почитать и как-то нет альбина нет нет это не не связан человек с профессией мы действительно дружим но при этом ну конечно поддерживать связь еще мы поддерживаем связь но так как мы живем в разных городах очень сложно дружить не поддерживать связь понимаете да поэтому нам приходится поддерживать связь да конечно же мы созваниваемся естественно видимся мы не так часто потому что мы увидимся может быть раз в месяц так или альбинов кив приезжает или я в москву или какие-то праздники как-то перебежками и видимся и видимся но а от переписываем все перезваниваемся конечно же чаще но не знаю мы мы об этом не думали у нас кстати такое недолго но был дуэт мы же работали с сентября до января в дуэте и кстати прекрасно у нас это получалось и как как очень гармонично мы посотрудничали ну конечно мне кажется мне кажется это даже зрителям понравилось потому что везде где мы выступали не было ни одного отзыва что вот но все-таки не хватало третьей участницы то есть такого люди не говорили все были в восторге ну потому что все таки и ну и во-первых репертуар до который песни на которые люди целенаправленно приходят а во-вторых профессионализм артисток его же никуда не денешь мероприятия пока нет но я думаю как только она будет планироваться вы наверняка увидите какую-то рекламу или что-то в принципе есть ну идут переговоры по поводу выступления каких-то клубах там особенно лето наступает и это уже может быть много доступнее ну да летом и пляж он хочется на пляж да перейдем следующий вопрос у нас все спрашивают здравствуй его расскажи был на территорию когда чувствовала что начинали заболевать звездной болезнью нет не было мне этого периода слава богу еще не наступил нет мне кажется я наверно человек немножко другого разлива но я не я наливаю и наливаю воду и это единственное что пришло мне в голову человек другого разлива но я не думаю об этом вообще и меня это в принципе популярность мне кажется но это как побочный эффект своего рода этой профессии но потому что мне хочется создавать музыку мне хочется творить мне хочется выходить на сцену но при этом я не чувствую потребности в том чтобы меня узнавали там или или просили у меня автографы мне нет в этом потребности для меня важно чтобы слушали мою музыку чтобы приходили на концерты все единственное я буду рада тому если люди будут не то чтобы подражать а брать наверно пример какой-то хороший пример если если я в какой-то момент там мой образ жизни или мои взгляды на жизнь какой-то момент кому-то помогут или кого-то направят вот этому я буду рада а а просто звездной болезнью от болеть или что я я не знаю это кошмар какой-то ну это не про меня точно вообще не люблю очень люблю и я этим очень редко занимаюсь в основном спрашиваются не знаю так прям спрашивают советы у меня не так ну не так много близких людей с которыми бы я могла там так общаться на таком уровне чтобы давать советы или мне кажется такие девчачьи посиделки какие-то но естественно у меня они есть там с подружками со знакомыми когда решается судьба какой-то из подружек и так далее то есть мы все наверное это проходит мне кажется это это нельзя воспринимать настолько серьезно и ну я не люблю там для меня неважно чувствовать такую значимость чтобы я могла что-то кому-то посоветовать если ты что-то советуешь кому-то нужно это обознать обосновать почему-то а я порой намного больше чувствую и не знаю как это как можно какие факты можно привести или какие доказательства или или чем можно обеспечить я не знаю удачный финал моим ну если я что-то посоветую поэтому ну как правило я этого не делаю спасибо следующий вопрос оля спрашивает доброго дня ела вы можете говорить о своей команде расскажите пожалуйста немного те люди которые работают с вами на сцене имею супер спасибо огромное я много говорю о своей команде моя молодая команда мы с моей командой да мне очень нравится эта фраза да да классика жанра жанра я и моя молодая команда мы занимаемся собственно да все что вы видите и какой видите меня это все работа моей молодой команды итак в музыкальной по музыкальной части я сотрудничать сейчас с рожденом ануси я уже говорила что это финалист шоу голоса краины и самостоятельный певец кстати недавно у него была презентация альбома так что на на и тюньсе можно скачать в хорошем качестве небольшая в рамках рекламы так вот дальше что касается стиля моего внешнего вида со мной работает патока студия это девочки леся патока и и ее молодая команда которые создают для меня всю одежду для клипов для съемок для фотосессии и так далее у меня есть люди которые работают по части пиара и работой со сми это инна гиса и александр тодорчук вот и еще сейчас я работаю с таню муиньо она была режиссером моего вот клипа как вода и также она сняла для меня фотосессию вот как то которую мы собственно до снимали вчера и то есть с ней мы тоже сотрудничаем теперь уже ближе и и как бы ее советы и ее взгляд тоже на на все и на меня тоже принимается в чат ну я я принимаю как бы как 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 взгляд и как мнение члена команды также потому что таких людей мало талантливых и таких самородков скажем поэтому я стараюсь стараюсь чтобы я работала с такими людьми которые вот действительно особенны вот это вся моя команда спасибо вам большое она также у меня есть команда музыкантов но это это родион иванов я я это иночка моя бас-гитаристка которая я не знаю как фамилия ты знаешь фамилию имя очень очень такая известная фамилия очень известная ну да потом я я работаю с прекрасный звукорежиссер саша но в общем команда огромная и и все эти люди это имеют отношение непосредственно к творчеству к творчеству и ко мне и вообще потому что мы же создаемся теми людьми которые нас окружают то есть мы что-то у кого-то заимствуем слушаем что-то впитываем и так далее поэтому я всем им благодарна безумно и ну то есть я считаю что то что мы делаем и я собственно это заслуга всей команды и всех людей которые со мной работают право спасибо много от роста вот семейной жизни хватает время на семью или не хватает время на семью очень много творчества два варианта ну конечно ну как на все время не хватает однозначно но в какой-то момент приходится выбирать ну в какой-то момент я имею ввиду в какой-то из дней к примеру если у меня есть неделя и естественно в один день я побуду с ребенком дольше в другой день мне надо в пять утра ехать на фотосессию или в девять утра быть на радиостанции поэтому то есть естественно изо дня в день мне приходится выбирать и приходится чем-то жертвовать или работы что-то отменять или или ехать или наоборот бежать на работу и спешить да поэтому ну естественно времени хватает и общение с ребенком у меня происходит каждый день утром и вечером а если это выходные или праздники то целыми днями ну на все время не хватает единственное что конечно всегда хотелось бы чтобы времени было больше на все но это невозможно и нам приходится уже я не знаю играть по тем правилам которые установились здесь уже миллионами лет на этой планете раз уж двадцать четыре часа значит двадцать четыре не больше и не меньше а вот вот впереди майские праздники как планируете отдыхнуть какие то есть много людей интересуются чем заниматься как отдыхать на майские праздники шашлыки ну да я вегетарианка шашлыки звучит ужасно нет просто просто нет я я недавно разговаривала по телефону мне говорили что вы то решили поехать за город и убить свинью и сделать шашлыки или какого то дикого кабана ну но я очень расстроилась еще вот еще это я расстроилась еще до того как начался это коллапс на дорогах автомобильных то есть у меня сегодня два повода расстроиться но я не расстраиваюсь я не планирую есть и жарить шашлыки я не знаю я планирую просто побыть на свежем воздухе погулять опять таки с ребенком встретиться с друзьями я никуда не уезжаю потому что с понедельника нам предстоит с рожденным студийная работа подземная куда не проникает ни лучик а солнце поэтому да в эти четыре дня я постараюсь побыть больше на свежем воздухе на улице а вообще любите путешествовать отдыхать? вообще очень люблю да очень люблю но я давно так наверное уже не ездила никуда потому что много работы накопилось в связи с выпуском нового трека и как бы обновлением да имиджа и всего и музыки и в связи с тем что у меня ребенок которому нужно уделять много внимания пока я ее везти никуда не собираюсь ну как бы остаюсь здесь поэтому да может быть осенью но это же не факт а вообще какие страны путешествуют нравится? я очень люблю Италию и куда бы я ни приехала я вспоминаю Италию и в этот момент думаю надо было лучше поехать в Рим потому что я понимаю уже что города Италии там Рим, Флоренция, Венеция я очень люблю это это вообще беспроигрышный вариант и поэтому я куда-то еду и уже у меня зерно такое сеется оно уже прорастает что надо было лучше ехать лучше ехать в родную Италию в которой я уверена на 100% в которой вкусно и еда и все то есть я просто меня смущают те страны а так везде кроме Италии простите да где нельзя ничего поесть вот где одни полуфабрикаты и ну просто опять таки в Италии зайдя в любую забегаловку ты можешь поесть вкусные спагетти выпить вкусного домашнего вина я не знаю там будут свежие овощи свежеиспеченный хлеб от которого ты не поправляешься как как здесь потому что у нас добавляют 100 килограмм дрожжей этих от которых просто людей разносит до невероятных ну размеров поэтому ну то есть я не знаю там все для человека там все спагетти там сделаны из твердых сортов пшеницы хлеб там тоже прекрасен он вообще из муки и воды то есть там все сделано для человека для того чтобы да для того чтобы он я не знаю кушал получал удовольствие от жизни наслаждался природой хорошим настроением всех людей которые тебя окружают и вообще просто атмосферы там все прекрасно простите ну да и поэтому даже когда мы были на съемках клипа в Барселоне и там я расстроилась потому что опять-таки заходя просто в кафе тебе там предлагают какие-то сэндвичи и я не знаю ну может быть похлебку какую-то сваренную непонятно из чего и непонятного цвета но вот я не могу есть когда я не понимаю что это и из каких продуктов это сделано и сколько времени лежат эти продукты я не могу так есть то есть для меня вот составляющая грубо говоря покушать очень важная потому что ну я злая когда я не могу вкусно и качественно поесть понимаете поэтому поэтому я да я люблю Италию и у нас второй вопрос уже ответ есть итальянская кухня за вами любимая да вот так вот и про Италию а как же по словам понравилось такое красивое я не знаю вот да вроде бы красиво я не знаю для меня там маловато чего-то души какой-то вот я не почувствовала этот город он для меня какой-то очень каменный весь эти все скульптуры какие-то футуристические просто какой-то хай-тек сплошной я не чувствую себя уютно и когда пальмы растут из асфальта конечно в клипе это выглядит просто супер и атмосфера в клипе у нас роскошная но находиться в таком я не могу долго и да я вот ждала пока мы вернемся сюда потому что здесь намного лучше чем в Испании я же говорю сюда пока вернемся сюда я не знаю невозможно сравнить вот жила бы я в Италии не знаю но ездить туда мне нравится жить мне нравится здесь вот именно в Киеве нигде и нигде в другом городе я очень люблю Киев люблю его как свой родной город потому что родилась в Луганской области в городе Свердловске но Киев я считаю абсолютно своим городом родным я его чувствую и вот прекрасно немножко идем немножко в грустную сторону просто за такую Луганскую область просто очень много вопросов было в поводу что происходит в Луганске сейчас да в Луганске что происходит тоже в Луганской области да как в этом области ваше мнение ой мое мнение ну конечно же меня это очень расстраивает ну как и всех и эти события они ужасные и вообще мне кажется ну мне кажется вообще никакая ситуация политическая никаких взаимоотношений никакий никакой политик никто просто не стоит ни одной жизни человека меня меня смущает только то что вот эти огромные игры такие знаете политические ну они они решаются вот такими вот абсолютно жесточайшими и бесчеловечными способами потому что война это вообще мне кажется мы живя уже в такое время современное и я не знаю во время такого развития и развития всего вокруг уже никто никак не не мог подумать что может быть война потому что это это такой я не знаю допотопный способ решения проблем что это это нужно уже настолько быть хладнокровными и и вообще ничего не чувствующими людьми чтобы ну отправлять скажем людей молодых я не знаю на то чтобы вот так таким способом решать эти проблемы и это конечно же ужасно я понимаю что ну мне кажется что если бы хотя бы одному политику пришлось бы отправлять своего ребенка на войну то ни за что бы в жизни они бы не даже не могли себе как бы подумать о том чтобы решать эти проблемы таким способом поэтому мне кажется тут ну нужно ну находить какие-то ну решения только не эти ни в коем случае ну не в это время так не может быть сейчас спасибо ваше мнение у меня от грустного к веселому еще не начали мучить вопросами о Евровидении нет мне иногда задают вопрос хотела бы я поехать на Евровидение но я сейчас четко могу ответить может быть я и хотела бы но кто за это все платить будет я не знаю мне кажется раз уж артист представляет страну на таком международном уровне ну ну поймите мне кажется что страна государство должно как-то помогать этому артисту для того чтобы привлекать лучших режиссеров лучших костюмеров страны там лучших там композиторов и всех остальных понимаете а так как тут люди прорываются просто через этот я не знаю какое-то соревнование через эти семь кругов ада или сколько их там понимаете этих туров да туров отборочных и так далее потом он вырывается понимать что да он едет на евровидение но теперь предстоит просто такие уважения что я не хочу ехать на е управ и не потому что это никому не нужно вот в чем это нужно только этому артисту который туда едет а людям никому это не нужно никто этого не поддерживает не там я не знаю есть же там министерство культуры что еще есть я не знаю я не разбираюсь вообще в этих всей в этой сфере даiri поэтому это никому не нужно кроме этого артиста и это печальнее всего Ну, да, ради чего, вот, спрашивается. Киркоров спрашивает. Там он и Киркоров. Киркоров. А Киркоров, потому что наболело. Он-то платит за некоторых артистов, когда сюда едет. Следующий вопрос. Антон спрашивает. Хотел сказать большое спасибо за фан-встречу. На море, в ладжетных морков. Спасибо, Антон. Я знаю Антона. Он всегда приходит на фан-встречи. Подарил мне цветы всей группы. Супер. Пожалуйста, устраивайте киркоров хоть раз в год. Испрос от Антона. Есть ли у вас любимая песня из уже новых сольных? Из уже новых сольных? У меня есть... Вы знаете, как бы так ответить. Наверное, каждая новая песня, она становится любимой. Потому что она отображает период, который происходит сейчас. И она актуальна вот сейчас по максимуму. То есть у меня есть уже песни новее, чем как вода. Над которыми мы работаем сейчас. И, конечно же, которые вдохновляют. И я без ума от этой музыки. И без ума от всего, что происходит. И поэтому каждый новый трек, он становится... Он занимает какое-то место в сердце. Но, естественно, я пока просто наслаждаюсь от того, какую мы музыку, какой подход и какую форму мы нашли ко всему этому. В общем, как мы сумели приструнить этот творческий поток и во что он вылился. И я получаю от этого сейчас большое удовольствие. Как же любить свое общество? Да. Милена спрашивает. Проект Ева Вышлина, это треклористский проект или это же работа для души? Ну, тут нельзя сказать однозначно. Естественно, эта профессия, в принципе, это дело моей жизни. Понимаете? И я хочу этим заниматься. И не хочу заниматься больше ничем. То есть это часть моей жизни. Музыка. Все. Я этому отдаю все. И, естественно, раз я не хочу заниматься больше ничем, и ничем не занимаюсь, то что-то должно мне приносить деньги и какой-то доход. И, естественно, делается, ну, как бы, скажите мне, ну, скажите. Но я забыла это слово. Бывает же, забываешь слово и все. Ну, конечно, делается акцент, но, я не знаю, на то, что это все должно приносить доход. Естественно, мы надеемся на то, что... Мы уверены в том, что это будет. Да. Ну, конечно, мы уверены в этом. И она сейчас есть, прибыль, но не такая для того, чтобы, там, покрывать, к примеру, все расходы. Но все-таки я и моя молодая команда надеемся, что, может быть, нас кто-то поддержит в конце концов. Нет, на самом деле мы надеемся, что просто это такая музыка, которая доходит, как бы, не сразу. И она должна пройти, как должно какое-то время. И я уверена, что у нас будет, как бы, свой слушатель и будет свой зритель. И тогда и подзаработаем немножко. А что? Ну, вот об ощущениях поклонников читателей. Элвис спрашивает. Многие отмечают, что мироощущений, предусмотрение клипа, как вода, очень сильно совпадает с ощущением подраздействия психотропных средств. О-о-о! Ну-ну. Ну, слушайте, параллели может каждый проводить, какие он хочет. Дело в том, что как действуют психотропные вещества. Я не скажу об этом, ну, так прям конкретно, но я очень много об этом читала. И могу рассказать просто немножко абстрактно, чтобы как-то людям донести. Дело в том, что почему люди так, скажем, народным языком подсаживаются на эти разные, на наркотики и на все остальное. Потому что они открывают, скажем, эти каналы, ну, я опять-таки образно буду говорить, по которым к человеку поступает вот это вдохновение. То есть, и к человеку приходят идеи, приходят какие-то мысли креативные, новые. То есть, и поэтому человек уже не употребляя наркотиков и всего остального, ему сложно вообще что-то создавать и мыслить как-то особенно. Но дело в том, что есть люди, которые мыслят особенно, и которые талантливые, у которых эти каналы открыты и без употребления этих всех психотропных, как вы сказали, да, средств и препаратов, и которые нашли этот путь, ну, скажем, к открытию этих каналов без этих ненужных вещей. Естественно, употребляя наркотики, это все дается очень просто и легко, и тогда человеку, собственно, неинтересно жить, находясь в реалиях вот в этих, да, и мир кажется там более серым, невзрачным и вообще неинтересным. Но есть такие люди, опять-таки, я повторюсь, которые развиваются духовно, которые, ну, я не знаю, опять-таки читают и стараются обращаться вовнутрь себя, а не вовне искать какие-то ответы. А внутри нас все ответы есть, и поэтому, да, я работаю с такими людьми. И поэтому, возможно, тем людям, которые употребляют эти психотропные вещества, им кажется, что мы тоже находимся под ними, но это не так. Спасибо. А вот еще вопрос. Новый образ, новая музыка. Кто твой поклонник в новом стиле? Как он выглядит? Это люди, которые мыслят по-новому, которые, я не знаю, мне кажется, вот люди там индиго, это уже как-то звучит банально, потому что это уже каким-то стало таким обзывательством. Ну, мне кажется, это люди, вот, молодежь, которая развивается, которая ищет что-то новое, что-то свежую музыку, которая ищет нестандартных проявлений во всем, и за которыми будущее, скажем. Я надеюсь, что будущее за ними, потому что так вообще люди, которые уже много лет в любых сферах бизнеса находятся, и которым уже пора бы уступить место молодым, они так не хотят этого делать, но я надеюсь, что все-таки этот момент наступит, когда вот такие молодые, креативные люди начнут занимать какие-то достойные посты, которые начнут как-то влиять на вопросы в разных сферах, и что-то, наконец-то, будет развиваться в нашей стране. Потому что сейчас, я смотрю, даже люди, которые в молодом возрасте попадают в эту всю армию вот этих вот людей, скажем, престарелого возраста, да, и они начинают впитывать все это и становиться такими же, и это ужасно. И я не знаю, когда же закончится вот этот круговорот, и когда же они впустят, ну, впустят вот молодежь, и произойдет какой-то прорыв вот во всем. Мне кажется, что вот сейчас как раз этот период тяжелый, связанный с политикой, ну, я надеюсь, что как-то хотя бы это, как-то встряхнет людей, и, может быть, это повлечет за собой какие-то, ну, новые... Изменения в лучшую сторону. Да, новые изменения, что-то свежее, что-то... Глоток воздуха нужен всем, мне кажется. Нужен. Нужен. И нам нужен. Да, солнце, где ты, ветер. Ну, и, как говорится, напоследок пожелания, с его пушиной, поклонником, читателем. Да, я единственное, что не сказала о том, что продолжая тему про наркотики, так меня это задело. На самом деле, я шучу, да. Дело в том, что когда вот мы разговаривали об этом и о том, какие люди должны слушать мою музыку, я еще хотела сказать один... Забылишь. Да, один пунктик, который я забыла, о том, что если все-таки клип посмотреть по вниманию, внимательнее, то можно явно увидеть, что там мы пропагандируем спорт. И, конечно же, ни о каких наркотиках не может идти речь. То есть мы там показываем красивых молодых ребят, которые, несмотря на свой возраст, а может быть, и смотря на свой возраст, они развиваются, занимаются спортом, катаются и на досках, на скейтах, и на там серфингах, и на мопедах, и на роликах, и на всем. То есть ребята развитые, молодые, которые поддерживают свой внешний вид, свое здоровье, ну, опять-таки, занимаются спортом. И вот к чему я всех хочу, собственно, призывать. Призывать. Занимайтесь спортом, занимайтесь собой, развивайтесь духовно, развивайтесь в той сфере, в той профессии, которую вы выбрали в своей жизни. И, я не знаю, несите в массы какие-то идеи новые, креатив. Мы все-таки должны, эти люди молодые, они должны все-таки как-то прорываться сквозь эти тернии, все-таки, да, к звездам и к самым вершинам, для того, чтобы мы, наконец, оказывали влияние на все, что будет происходить дальше, во всех сферах, в политике, в музыке, и, я не знаю, в производствах разных, и во всем. То есть, давайте брать себя в руки и создавать себя новых и свою страну новую. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях была Ева Бушина. Да. До свидания. Пока.